Всем привет! Этот выпуск полностью посвящен французскому футбольному клубу Борис Сен-Жермен и Неймару, а точнее его звездному характеру. По сожалению, никому не уступают уже на протяжении трех месяцев в различных турнирах. Последний раз это было еще летом в США на товарищеском матче с Ювентусом, а последние свои три игры клуб выиграл с общим счетом 0-13. Но главного тренера команды Унаи Эмери упорно хотят убрать. Почему? Бразилий Сен-Жермен, как мы помним, в прошлый раз повздорил с коллегой по клубу Кавани, но только ленивый не рассказывал об этом. Я тоже об этом сделал отдельный ролик, кому интересно, подсказка будет вверху экрана. Так вот, на этот раз бразильская звезда, мягко говоря, недоволен тренером клуба Унаи Эмери. Футболист не считает его мнение важным, советов не слушает и часто вступает в полемику с наставником. Иногда даже отводит взгляд, чтоб его не слушать. Тот, по его мнению, ограничивает его в действиях. Тренер же пошел на уступки футболисту и даже сократил время тактических разборов моментов. И тут возникает вопрос, а попросил ли Неймар руководства ПСЖ убрать Эмери, так же, как и просил в свое время продать Кавани? Да, с этим вопросом он туда уже сбегал. Но есть поводы поважнее. Если же Эмери не сможет выиграть Лигу Чемпионов в текущем сезоне, то его с большой долей вероятности все-таки уберут. Вот такую вот мотивацию придумали ПСЖ для тренера. По имеющейся информации, команда рассматривает в качестве кандидатов на роль главного тренера Масимилляно Аллегри, который сейчас занят в Ювентусе. Об этом сообщает итальянская пресса. Также сообщается о том, что в сферу интересов клуба входят Жозе Мауриньо и Антонио Конте. Интересоваться новыми наставниками для клуба – это одно. А вот уговорить их покинуть свои нынешние команды – это совсем другое. К примеру, Жозе Мауриньо не устраивает трансферная деятельность Манчестера. Но не может он купить всех, кого запланировал. Ну и еще кое-что по мелочи. Вот на этом и могут сыграть парижане. Также руководству ПСЖ нужно идти на поводу у Неймара, которым всерьез заинтересован Реал. Вот это поворот. Но хочу вас успокоить, так как это произойдет не сразу. Испанская пресса распространила информацию, в которой говорится, что Реал только по окончании контракта Роналду может приобрести Неймара. Но хочется напомнить, что Криштиану контракт рассчитан аж до 2021 года. Ну и еще немного про ПСЖ. Клуб этой зимой намерен продать целый ряд игроков, а именно на сумму 80 миллионов евро, чтобы соблюсти фаерплей. А то Лигу Чемпионов клуб не доиграет. На трансфер могут выставить Ангеля де Марию и Лукаса Моуру. На этом пока что все. Из следующего ролика вы узнаете, зачем Месси приехал на неделю раньше. Понравилось? С вас лайк. И подписывайтесь, если вдруг не подписаны.